Привет, друзья! С вами Стас Быков и сегодня мы рассмотрим, как работает SEO-продвижение в этом году. Мы подробно разберем основные методы SEO и уделим особое внимание продвижению сайта с помощью ссылок. Внешние ссылки – это один из ключевых факторов, влияющие на видимость вашего сайта в поисковых системах. В этом уроке мы разберем, как правильно использовать внешние ссылки для повышения рейтинга вашего сайта. Поехали! Одним из важных моментов успешного продвижения является стабильная работа сервера, где находятся файлы вашего сайта. Это напрямую влияет на скорость работы и загрузку страниц. А также учитывайте, что важно постоянно поддерживать последние версии CMS программного обеспечения и следить за безопасностью. SpaceWeb – это надежный хостинг-провайдер, который обеспечит высокую производительность вашего сайта. Уже 22 года на рынке, более 170 тысяч сайтов, 90 тысяч довольных клиентов. В SpaceWeb доступны решения под любые задачи, от простых проектов до более мощных и ресурсоемких. Вы получаете высокий аптайм, бесплатную защиту от DDoS и актуальные версии программного обеспечения, которые обеспечат надежную работу ваших ресурсов. В панели управления в пару кликов доступна автоустановка WordPress, Joomla, Bitrix и других CMS для быстрого запуска вашего сайта. А еще есть внутренний инструмент для автоматического продвижения сайтов. Система сама подберет ключевые слова, выкупит качественные ссылки и запустит продвижение в поисковых системах Яндекс и Гугл. В SpaceWeb есть десятки других услуг для размещения и развития вашей инфраструктуры и представительства в сети. Доменные имена, социальные сертификаты, серверы и облачные сервисы по одним из самых низких цен в России. Переходите и тестируйте хостинг SpaceWeb бесплатно в течение 14 дней по ссылке в описании. Могу сказать, что очень удобно, когда все задачи выполняются в одном месте. То есть я регистрирую домен, создаю сайт через автоустановку за 5 минут, затем наполняю его контентом и запускаю продвижение. Не нужно искать несколько подрядчиков на выполнение такой работы. И таким образом я уже более 12 лет самостоятельно создаю сайты для себя и клиентов. И далее в видео мы подробно об этом поговорим. SEO постоянно меняется и этот год не стал исключением. Поисковые системы такие как Яндекс и Гугл продолжают совершенствовать свои алгоритмы, чтобы предоставлять пользователям наилучшие результаты поиска. Но не волнуйтесь, я расскажу вам о самых актуальных методах продвижения. Какие же ключевые изменения в SEO я выделяю? Первое это фокус на качестве контента. То есть поисковые системы теперь еще больше оценивают уникальный и полезный контент. Второе это пользовательский опыт, быстрота загрузки страниц, мобильная адаптивность и удобство использования сайта становится все важнее. И третье это искусственный интеллект. Алгоритмы становятся умнее и лучше понимают намерения пользователей. Ссылки остаются одним из самых важных факторов ранжирования. Но не все ссылки одинаково полезны. Давайте разберемся какие виды ссылок существуют и как они влияют на ваш сайт. Я выделяю два вида ссылок. Это внутренние ссылки, ссылки которые ведут на другие страницы вашего же сайта. Они помогают поисковым роботам лучше индексировать ваш сайт и улучшают навигацию для пользователей. И есть внешние ссылки, это ссылки с других сайтов на ваш сайт. Они показывают поисковым системам, что ваш сайт заслуживает доверия и имеет ценную информацию. Итак, как же получить качественные внешние ссылки? Хочу вам рассказать 11 проверенных стратегий. Первое это создание уникального контента. Создавайте контент, который люди захотят цитировать и ссылаться на него. Это могут быть исследования, инфографика и гайды. Социальные сети и форумы. Обратите на них внимание. Делитесь вашим контентом в социальных сетях и на специализированных форумах, чтобы привлечь внимание и получить естественные ссылки. Третье это гостевые посты на авторитетных блогах. Найдите популярные блоги в вашей нише и предложите написать для них полезную статью. Включите ссылку на ваш сайт в авторской биографии или в тексте статьи. Четвертое исследование и кейсы. Проводите собственные исследования или публикуйте успешные кейсы вашего бизнеса. Такие материалы часто упоминают и цитируют в других статьях. Пятое это публикация в СМИ и онлайн изданиях. Свяжитесь с журналистами и редакторами профильных изданий и предложите им интересные истории или экспертные комментарии, упомянув ваш сайт. Шестое это создание инфографики. Люди любят делиться визуальным контентом. Создайте интересные и информативные инфографики, на которые другие сайты будут ссылаться. Седьмое это проведение вебинаров и онлайн курсов. Участвуйте в онлайн мероприятиях и делитесь ссылками на ваши материалы или ресурсы, которые участники могут использовать. Восьмое это размещение ссылок в тематических каталогах и бизнес справочниках. Зарегистрируйте ваш сайт в релевантных каталогах и справочниках, которые пользуются доверием у пользователей и поисковых систем. Девятое это сотрудничество с инфлюенсерами. Найдите влиятельных лиц в вашей отрасли и предложите им обзор вашего продукта или услуги. В обмен они могут упомянуть ваш сайт на своих платформах. Десятое это отзывы и рекомендации. Оставляйте качественные и полезные отзывы о продуктах и услугах других компаний в вашей нише, добавляя ссылку на ваш сайт в подписи или в профиле. И одиннадцатый это форумы и сообщества. Будьте активны на тематических форумах и в профессиональных сообществах. Делитесь экспертными советами и добавляйте ссылку на ваш сайт в контексте полезной информации. Эти стратегии помогут вам не только получить качественные ссылки, но и построить доверительные отношения с вашей аудиторией и партнерами. Не забывайте об ошибках, которые могут навредить вашему сайту. Вот основные из них. Первое это покупка нерелевантных ссылок. Ссылки с сайтов, не связанных по тематике с вашим ресурсом, могут не сработать. Например, если у вас сайт про здоровье, то по моим наблюдениям ссылки с бизнес сайтов будут менее полезны. Второе это ссылки с низкочастотных сайтов. Ссылки с сайтов с низкой репутацией могут негативно повлиять на ваши позиции. Третье это избыточная оптимизация. Слишком большое количество ссылок за короткое время может показаться подозрителем. Но и не забывайте про Ancore Text. Текст ссылки должен быть релевантен содержимому страницы, на которую она ведет. Это помогает поисковым системам понять, о чем ваш сайт. Как я уже говорил ранее, для своих проектов я использую автоматизированный сервис, который практически все делает за меня. Swap это сервис, где не только можно создавать сайты и покупать домены, но и также он предназначен для улучшения видимости и рейтинга сайтов в поисковых системах путем управления внешними ссылками. Сейчас мы находимся в одном из моих личных кабинетов, где продвигается официальный блог stasbykov.ru Я думаю, вы на нем уже бывали. Здесь есть продвижение по разным направлениям, потому что если мы зайдем в раздел блог, мы видим фриланс, маркетинг, вконтакте, дзен, то есть и социальные сети. И все эти направления, ваш сайт в целом, он анализируется системой и уже подбираются ключевые фразы. Плюс руками тоже можно их указывать. Сейчас дальше я вам все буду это показывать. Итак, для того, чтобы здесь начать продвижение, нужно выбрать домен. Так как я здесь сразу создал сайт, здесь же приобрел доменное имя, то все очень просто. Я выбираю его из списка и нажимаю создать компанию. Так как у меня уже сайт здесь продвигается, я нажимаю управление. И открывается страница с настройками и вообще со статистикой данной рекламной кампании. Мы здесь видим основные вкладки. Это управление, это настройка, это статистика по финансам, сообщения, ну и справочная информация. Мы можем с вами посмотреть вообще статистику по посещаемости. Мы видим, что есть посетители, есть просмотры блога за 30 дней, за неделю, за 90 дней. То есть, можно посмотреть динамику развития вашего ресурса. Все это очень просто и доступно. Обязательно обратите внимание на список продвигаемых слов. То есть, когда я вот здесь нажимаю добавить, я могу выбрать ключевые запросы, которые уже система подобрала, когда анализировала сайт. Ну или ввести слово вручную. Давайте сейчас вместе с вами это сделаем. Анализ можно сделать через внешний инструмент. Это подбор ключевых слов в Wordstat Яндекса. И мы можем с вами, ну например, как создать свой курс. Давайте просто посмотрим. Видим динамики, тенденция идет кверху. Дальше перехожу в топ запросы. Это популярные. И вижу конкретный запрос, как создать свой курс, как создать онлайн курс. Есть по моей теме это все. Вы, конечно же, по своей смотрите. Я вижу, что ключ популярен. И 570 потенциальное число запросов в месяц. Идентичная ситуация здесь. То есть мы видим количество посетителей в месяц. Там просмотры, здесь более точные данные. И мы смотрим стоимость посетителей 5 рублей. Я выбираю данный ключевой запрос. Мы видим количество посетителей в месяц. 390 потенциально могут быть. И дальше просто нажимаю уже запустить. И все. У меня сейчас ключ, данный ключевой запрос автоматически подхватывается. Мы видим, что добавлен один ключ. Мы можем увеличить продвижение. Но в целом я оставляю как есть. Да, базовые настройки. Дальше перехожу в настройки данного ключа. То есть какие ссылки будут покупаться. Мы можем здесь перейти к купленной ссылке. И увидеть те ссылки, которые будут закупаться. Мы можем также их отменять, если нужно будет. Ну и также я здесь могу выбрать целевую страницу. То есть видим, что данная система автоматически направила на более релевантную страницу на сайте. По ключевому запросу, который потенциально быстрее может выйти в топ. То есть мы видим урок, как создать свой курс. Меня эта страница полностью устраивает. Также вы можете поменять, если вам нужно ее заменить. Также здесь я могу перейти в раздел настройки. Обязательно рекомендую вам подключить внешний счетчик. У меня от Яндекса. Нажимаем проверить. Счетчик успешно подключен, чтобы статистика также передавалась в систему. Здесь же регион. Укажите, где вы хотите продвигаться. Какие регионы. Все это галочками отмечается. Коррекция расходов. Как снимать, если нужно будет коррекция расходов. Плавно, моментально или не реагировать. У меня обычно стоит плавно. Но если хотите, также можно дополнительно контекстную рекламу здесь подключить. Но в данном личном кабинете я это не использую. Отдельно можем поговорить, если вам будет интересно. Ну и в разделе финансы мы видим затраты по дням. Также и пополнение счета. В целом все очень просто. То есть вот у меня идет управление, идет статистика. Мы ее видим на экране. И также выбираем ключевую фразу за 2 секунды. И она начинает продвигать ваш сайт. И обязательно следите за качеством всех ссылок, ведущих на ваш сайт. Используйте инструменты, такие как Яндекс.Вебмастер, для отклонения вредных ссылок, которые могут негативно повлиять на ваше SEO. Да и в самом свеб можно отслеживать этот момент. В итоге получается, что данный сервис предлагает комплексное решение для управления внешними ссылками, обеспечивая улучшение видимости и рейтинга сайтов в поисковых системах. Но не забывайте и про внутренние ссылки. Они помогают улучшить навигацию по сайту, увеличить время, проведенное пользователем на сайте и улучшить индексацию страниц с поисковыми системами. И здесь есть два момента. Это иерархия сайта. Создавайте логичную структуру сайта с помощью внутренних ссылок. Основные страницы должны быть легкодоступны. И контекстуальные ссылки. Включайте ссылки в текст, которые ведут на другие релевантные страницы вашего сайта. Поисковая оптимизация, помимо ссылочного продвижения, также включает в себя множество других аспектов, которые направлены на улучшение видимости сайта в результатах поисковых систем. Хочу выделить пять основных. Первое это техническое SEO. Убедитесь, что структура сайта логична и иерархична. Используйте чистые URL-адреса, которые легко читаемы и содержат ключевые слова. Оптимизируйте скорость загрузки страниц с помощью сжатия изображения, использования кэша и минимизации кода. Создайте и отправьте в поисковые системы XML-карту сайты для улучшения индексирования. А файл robots.txt помогает управлять доступом поисковых роботов к страницам сайта. Второе это ключевые слова. Используйте инструменты такие как Яндекс.Варстат для поиска релевантных ключевых слов, которые пользователи вводят в поисковых системах. Включайте ключевые слова в заголовок страниц, метаописания, URL, заголовки и контент. Однако избегайте набивания ключевыми словами. Третье это создание контента. Публикуйте уникальный, информативный и полезный контент, который решает проблемы пользователей. Регулярные обновления контента положительно влияют на SEO. И не забывайте про оптимизацию контента. Используйте ключевые слова естественным образом в тексте. Обеспечивайте хорошую читабельность и структуру текста. Включайте изображения, видео и другие мультимедийные элементы. Четвертое это улучшение пользовательского опыта. Простая и интуитивно понятная навигация способствует улучшению восприятия сайта пользователями. Добавление отзывов, комментариев и форумов по возможности может увеличить вовлеченность и время, проводимое на сайте. Пятое это мобильная оптимизация. Создайте мобильную версию сайта или используйте адаптивный дизайн, чтобы обеспечить удобство использования на разных устройствах. Регулярно проверяйте, как сайт отображается и функционирует на разных мобильных устройствах и браузерах. Эти компоненты являются основой успешной SEO-стратегии. Оптимизация сайта требует постоянной работы и анализа, чтобы соответствовать изменениям в алгоритмах поисковых систем и поведении пользователей. Это долгосрочная инвестиция, которая при правильном подходе может значительно улучшить видимость и позиции вашего сайта в поисковых системах. И помните, что успех зависит от качества ссылок и использования современных методов продвижения. На этом все, друзья. Надеюсь, этот урок был вам полезен, вы узнали что-то новое. Все необходимые ссылки я оставлю в описании. Если у вас останутся вопросы, то пишите их в комментариях, я с радостью на них отвечу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующем видео. Пока!